Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас идет цикл передач, так назовем, называется «Во свете Библии». Вот эта святая книга Библии у православных сегодня не на первом месте в их рассуждениях, а от патриарха до самого последнего человека. Она не является таким авторитетом, каким является у протестантов. И для них, для кого это не секрет, это все говорят, которые пришли с протестантов в православную церковь. И называется «Открытым оком». Мы будем говорить по книгам, которые у меня вышли, 30 томов «Открытым оком» серии, можно показать. Брат Игорь Дыбунов первый том берет, и по первому тому, страницу первую покажи, первый том, берет отдельные вопросы, и по ним пройтись еще раз надо, потому что 11 лет назад было и более расширено. Это вопросы, ответы мне были, когда я вел занятия в университетах, в школах, во всех отделах милиции, здесь и в районах, в воинских частях, ну и во всех почти заводах, фабриках, школах, не выскажи где. И три радиопрограммы вел. И вот накопились такие вопросы, я их издал в этой книгах, 4124 вопроса и ответа. И сегодня вот ночью поступил вот такой вопрос. Пожалуйста. Уважаемый Игнатий, есть интересная тема для рассмотрения. Не все церкви христианские при советской власти были закрыты или разрушены. И не все священники были посажены или расстреляны. Раскройте эту тему в своем видеоролике. Дальше. Вот он, а мне зовут Павел. Я полагаю, что вы сможете. Видите, меня как бы уже берут они на мушку. А если я не отвечу, значит не смог. А у меня эта тема подробно раскрыта в книгах, когда Слова Божия нет уз. Тем более, я сам был в пяти тюрьмах, в лагере отбывал за Слово Божие. За распространение истины Господней. За насчитывание архипелага ГУЛАГ, что брал интервью репрессированных. Эта тема мне очень хорошо известна. Но я ее не касался, видеоролика не был. Но сегодня меня прям вопрос задали. Конкретно сегодня, это значит, я не знаю, сегодня 17 апреля, 2013 года. Слово сказать, сегодня среда, так называемое Марье Настояние. Самое длительное и самое трудное для тела богослужение вечером будет. Полностью, раз в году считается канон Андрея Критского. По полной программе это примерно, примерно, там, несколько туда-сюда, тысячу земных поклонов. Когда человек должен прямо встать, а после поклониться, чтобы руки, голова, колени коснулись пола. Это определенное, считается, каноны, там, песнопения. Ну, видно, когда нужно кланяться. Тем более, Господи, Владыка живота моего, это, здесь 17 поклонов должно быть земных. 17. А сегодня делают только 4. Вот у нас, допустим, Крестовозвиженская община, православная города Барнавула, все так и делается, как есть. Все поклоны до единого совершаются, как было при князе Владимире. И вот на этот вопрос. Интересная тема. Да, интересная и страшная. Я когда прочитал, ну, я поневоле, я не могу исключить из ответа самого себя. Я отвечаю не книжной мудростью только, но и книжную мудрость применяю на свою жизнь. А вот если бы я был тогда, вот, когда вот это все было, я отвечаю один ответ. Меня бы не было там в первый же день. Меня арестовали, я бы сгнил в лагерях или был расстрелян. Я не могу быть другим. Вот у нас пошел, тут недавно юноша приходил. Ну, все, уже у нас положено, что все были с бородами. Ну, проходит немножко времени, и вдруг брат его встречает, и он видит без бороды. А в чем дело? Ну, вот так. Что, женщина встретилась, девушка? Ну, да. Ну, мы знаем. Протопопа вакуум называл это блудодейной ересь. Она поставила тебе условия, она тебя до себя допускает. Тогда только, ну, она этого не говорила. Ну, смысл-то в этом заключается. Мне всегда говорят, как тебя баба до себя допускает, оброс ты как дикообраз. Эти слова стандартные. Но и она тебя дальше уважать за это дело не будет, что ты даже в этом не мог устоять. Как у старобряцев говорят, мужскую красоту, вот она шерсть, променял на подпупную женскую. Ну, все просто и понятно. У нас в семье 10, у нас братьев-сестер был, отец инвалид с войны. Пришел без руки. Ну, когда я уже стал соображать, ну, 5-6 класс. Стали говорить, у нас арестовали того-то, того-то. Отец пасет, я с ним на поле, и он рассказывает. Ну, ребенок еще. Но у меня сразу возникла мысль, а почему моего отца не арестовали? Он фронтовик, без руки. К нему никаких претензий нет. Но это война. Но когда ты говорил, брали других, я уже начал соображать, что это было раньше. Других брали, хороших людей. И мой отец-то хороший. Он очень умный был, памятник, феноменальнейшая была. Но почему его не арестовали тогда? Я сам, можно сказать, в 5-м классе начал это расследование. Понимаете? Почему после сотрудники даже КГБ говорили, вам только в наших органах надо было работать. То есть я все подвергаю анализу, беспощадному при том. Я или кто-то, я довожу до последней точки. Я должен умереть. И оконючить не буду, что пощадите меня, дайте жизнь. Мне это не надо. Когда меня хотели освободить, первый раз в 80-м году, и приехал туда Никулин Юрий Михайлович, это подполковник местного Алтайского КГБ. К слову сказать, один из самых, в моем понимании, по-настоящему русских, добрых интеллигентов. Ну, скажет, нашел, кого хвалить. Ну, я говорю, это мое определение, а вы уж решайте, как там есть. Что дальше получается? Оказывается, были такие условия. Отец нигде не выступал, говорил с осторожностью, никого не задирал, а в это время выпивал, ну, как все и все. У него вера была у отца мизерная. Ему нужно за стол помолиться, три поклона, он не сядет. Но он зайдет в другую комнату, три поклона, вот так. А что он считает? На ночь тоже он молился. Но молитва, ну, допустим, состояла там полторы минуты. Он и губами шевелил. Но что именно считает? Так, пока он не умер, мы не могли узнать. Хорошую молитву считал, волшебную. У меня сестра, Татьяна, она даже к нему подошла вплотную, а он контужен был с войны, он не слышал ее. Что же он шепчет? Ну, хоть два-три слова, так ничего не могли узнать. И я понял, что он нигде власти, никак. Не был бельмом, не был костью в горле, не стоял поперек. Вот и все. Я возвращаюсь теперь отсюда. Это любой может исследовать. Вот я по своей биографии. Первый раз меня арестовывают в 80-м году. Я скажу, что от Москвы до Дальнего Востока, до Камчатки никого из православных не было арестовано в это время. Я один. Почему я один? Вопрос. Во время, когда меня судили, то судья Макаров Владимир Александрович, теперь он в арбитражном суде Алтайского края работает, и он вопрос поставил. А вот скажите, почему вот здесь сидят, я вижу, верующие, все там перекрестились, больше не креститесь, всех буду выводить. Это общественное место, не надо тут устраивать мне церковь свою. Вот. Но я вопрос ставлю. Почему именно Лапкина арестовали, а вас никого не арестовали? И когда мне дал слово, я сразу сказал, последние слова. Вот. Будете сидеть просто креститься, и, батюшка благослови, вас никто не тронет. Эта теплота никому не нужна. Ты встань на сторону врагов, будь холодный или горячий. Хотя тут два толкования. Если вы хотите попасть с мучениками, ты найдешь, как Гури, Самон и Авив. Я православный, поэтому ссылаюсь на такие образы, которые, ну, протестантам неизвестны. Как Георгий Победоносец, ну, это уже слышали. Пантелеимон, целитель. А уж из первого века взять, вот у нас, Игнатий Богоносец, и любые его задирают. Почему всех епископов тогда не задрали-то? У каждого свой путь. Но есть такие люди, которые прятались, которые умели, как Афанасий Александрийский. Он то в колодце где-то сидит, то его не могут найти. В то время, договориться, тушат свет, и он среди толпы выходит из храма, и опять остаются враги ни с чем. И раздражаются такими посланиями, что всю империю колышет. Ну вот, эти люди, которые остались, они были или сломлены, такие, как Сергий Строгородский, будущий первый советский патриарх, после, не считая, патриарха Тихона. Или они будут уничтожены, расстреляны, или они пойдут на поводу, только будут прославлять, как Семанский, а то второй, который был Алексей I, где-то, дальше как Пимен, по порядку идут которые. Они нигде ни одного слова не встали на защиту церкви. В это время уже понятно, что все погибало. Николай и Шлеман, отец Глеб Якунин восстали. Их сразу под запрет. И 21 год, отец Глеб Якунин, священник, умнейший человек, с метелкой, дворником. Надо тебе страдания, полной ложкой дадим тебе. Вот и все. Причина такая, почему не все храмы, не все церкви христианские при советской власти были закрыты. В первую очередь существовала еще другая сторона запад. Нужно было на пути оставить такие как Суздаль, золотое это кольцо, кое-где храмы прямо по указанию властей было не трогать. Ну и уничтожили. В храмах было 57 тысяч. 57 тысяч? А осталось 400. Ну вот и все. А кто там был поставлен? Ну такие, которые да не раскрывали, но которые стояли на мушке. Вот ныне канонизирован митрополит Щичагов, Серафим. Ну ведь он же в Санкт-Петербурге был, да. Он канонизирован. Да, это так, но он когда-то был белым офицером. Он полностью отошел от всего. Теперь он полностью на поводу советской власти. Он ни слова нигде не против. Ему 83 года, и он на покое был. Лежал больной, но наступило время, он уже теперь им не нужен. На постели притащили, в щека и расстреляли. Вот как. А он все равно попал в число мучеников. Он канонизирован ныне. Но ставили таких, за кем что-то где-то есть. Нельзя ворохнуть ни налево, ни направо. Вот есть такой, я скажу, что небезызвестный журналист, публицист, Невзоров, Александр Глебович. И у него тут один ролик есть, слив информации. Когда у него дед, он про деда рассказывает, брал его с собой, и как на квартирах частных приходили там химонахи, и армонахи, и как они информации друг на друга сливали и проще. Так он врет, может быть. Я не знаю, где он врет, но это было. И это говорят, это не кто-то говорит, а архивные данные. Я не знаю, все ли знают, что в Москве есть такой удивительный просто писатель Александр Иосифович Нежный. Это единственный человек из писателей, имевший доступ к самым тайным архивам КГБ. А почему? А председатель КГБ Крышков у него дружок был. И он там писал записки, писал и записки сюда. Он не вырвал ни листы, и ничего нет. А потом выходит допрос патриарха. Его книга, которую я здесь распространял, мэр, губернатор, все они имели депутаты местной думы. Он оттуда прислал, по моей просьбе, очень хорошее дело. Вот. Если ты будешь действовать, как должно, написано, и все желающие жить благочестиво в Христе Иисусе, будут гонимы. Гнали меня, будут гнать и в вас. Это совершенно нормальный, естественный путь. Но можем ли мы... Ну, говорить не надо. Те, которые уже умерли за Христа, они на небе. Но и ушли из этой жизни те, которые... которых не гнали. Как они питались, из каких столовых, ссыка, может быть. Но говорить, что именно все такие были, нет никакого на это основания. Были разрушены, и не все священники были посажены, расстреляны. Я этот вопрос поставил отцу. Отец не ответил. Я тогда к маме. Мама, а почему меня отца не арестовали-то? Он такой справедливый, нигде. И мама мне вот так вот рассказала еще большее. Еще большее. Но только это было все до войны. Вот и все. Они его не могли взять. Не могли взять, потому что они его считали своим. Свой человек. А остальные, такие, как Рогов в Алтайском крае, был здесь такой бывший партизан, советский и прочее-то. Он ночами ходил, где есть, вызывал священника, бабушку брал, ножом ее, говори, умирай, дед вызывает. Священник открыл дверь, он его раз, на кладбище на осину вздернул, повесил. Весь край наполнил убитыми священниками. А потом за ним охотились красноармейцы и его пристрелили. Но эти пострадали люди. Они за веру пострадали. Они перед Богом думали как-то затаиться. Вот есть такая трагедия русской церкви, я ее начитывал, она на нашем сайте стоит. Наш сайт «К истине один народ-рух». Ты мог бы показать мне даже там, если афиша эта наша есть. Вот. Перечислять все это. У меня не времени нет еще, это все у нас есть здесь. Это трагедия русской церкви. Мне было поставлено в обвинение, инкриминировалось как клевета на советский строй. Это статья 193, Мука РСФСР. Вот. Это я о восхищении церкви говорил, а вот наш сайт где. К слову сказать, восхищение церкви не будет никакого, как понимают сектанты. А вот Христос воскрес, это попутно сказать, сатана тут же был скован. Это начало тысячелетним царством. А вот здесь вот последняя точка, это Христос приходит, все воскрес... Церковь восхищается, всеобщее воскресение, а перед этим три с половиной года царство Антихриста. Все. Вся схема. Но это ответить можно так, когда по тебе это уже проехалось. И когда меня судья спросил, а почему вот лапки на суде, а вы православно не судите, я встал, сразу же кинул в зал. Будете сидеть, ничего не будете, вы никому не нужны. Если будете проповедовать, нести благую весть, вы со мной рядом будете сидеть на скамейке. А тут сидит жена, друзья, братья, священники. Вот и все. Но когда меня арестовали, те, которые были такие ревностные, как вот Кришнаид, который голову отрезал отцу Геннадию Фас, этому Яковлеву, это яромонах Григорий в Туре, на него было возбуждено уголовное дело, оно выделено из моего, и он стоял. На сае Геннадия Фаса было заведено. Я не знаю, уголовное дело, или он только как свидетель шел на три паре, его будь здоров как. Все, которые были близки к этому, распространяли те пленки, которые я насчитал, архипелаг ГУЛАГ, Златоуста, Жития Святых, там Библия, это все вместе было. А это придет ваш черед. И поэтому ответ один. Если вот сейчас начнется гонение, опять будет, кто-то останется, кто-то смелый, сильный, тоже останется, но это единицы. Им дам другой путь, их нельзя судить, которых не арестовали. Но задуматься есть над чем. И поэтому те священники, которые не были арестованы, я с ними потом беседовал, какие они были. И те, которые были арестованы, я с ними беседовал, ну, я записывал тайно. В то время никак по-другому нельзя было. Мне нужно было, чтобы он рассказал про лайдер. Он вернулся, уже служит у нас отец Роман, но боится и трепещет. У меня магнитофон, я рядом держал, проходил в рукаве, стоял микрофон, я говорю, вот так с ним, Игоня, только чтобы никто не знал, меня Игнатий звать, он мне Игонишка, и даже сейчас это нельзя говорить. Я говорю, а как же было-то отец Роман? И вдруг пришло, в 43-м году, вызывают на этап, свозят всех в Красноярск, в тюрьму. Я спрашиваю, а ты кто священник? А ты кто? Там архиерей. Все на расстрелу. Ни один не сказал, что везут нас, ставят священников. Да ты что, смеешься, что ли? Какие священники? Ему же отсидели, я отсидел там, допустим, 8 лет, 9 лет. И у них бессрочно было. Нарушения найдут какие-то. И когда сказали, что вы не будете против советской власти? Какую? Я против? Да где бы мне это даже и не было записано. Так, храмы открыты, в Баррауле открыты, и вы будете там служить. Так, вы будете в Новосибирске служить. Никто не спрашивал охиерея, назначают не охиерея. Ну и говорит, меня привезли, когда сюда, я вошел в алтарь. Надо службу вести, а я не могу ее вести. Я, говорит, упал на колени, ухватился за престол, головой уткнулся, и рыдаю, и плачу. Я не могу... Это его призвание быть с народом. Служить для народа. Я не могу встать с колен. Я не могу поверить. Я поцелую престол. Опять подниму глаза, молюсь, и как Серафима Саровского за руки надо было выводить, он не здесь пребывал. Вот такие люди, да, а потом-то они вышли на свободу, к ним это тоже относится. Но на них уже пришло время освобождения, как при Константине. там тоже были, не все в это время сидели, которые вы, как Николычу да Творец, а им что делали, таким людям, которые выходили? Пытки какие. Раскаленно добила брусок, железо, и руками на нем, они пальцы так скрючены остались. Император Константин подходил, говорит, брал эти руки, скрючены целовал руки. Где вы были? Что вы претерпели, святые руки, которые меня благословлять будут? Тут два-три перста. Какие у нас топырены? Не два, не три перста было. И здесь до конца никто не ответит сегодня. Бывает так, что был даже такой один проповедник, у Диоклетиана, самого страшного гонителя, он ему каким-то родственникам дальним приходился. Он один был такой, на всю империю, которому разрешалось официально ходить, ездить, богослужения совершать, говорить. Вот во времена Ленина Ленина был такой профессор, Владимир Филимонович Марцинковский. Ему было официально дано разрешение, единственное, на весь Советский Союз, который ездил с музыкантом, приезжал в университет Казанский, музыкант, играл, как гуслист этот, Елисеев, и он в это время выходил из свидетельства о Боге. Это истинно был верующий, ну, профессор, профессор, потом он гора кормил, Галилея он там был, о смысле страдания, написано им. Ему было дано разрешение, а почему? Почему? Так на него такое жребие пал от Бога. И это очень удивительно. Вот я, ну, я могу сказать, допустим, наша община, к которой я имею прямое отношение, тут почти все до единого пришли через наши занятия, которые я вел в университетах. И этого нигде мы не потерпели, а нас митрополит терпел, митрополит Виталий. И у нас на русском языке все библейское считается, а это для православных вообще кощунство. Как так? Тем более, такие выходили мои материалы, и наш архиерей, и втихий курочки, как не грозился, а меня не запретил. Ну, я против того, что воевать. Написано, а я говорю, любите врагов ваших, или о слове. Это к истинному православию у меня книга вышла, и там все это было. И вот, чтобы доказать, что это не голословно, у меня тут письма сохранились митрополита Виталия. Не знаю, там видно будет это или нет. Тут написано по-английски President of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia. Русско-православная зарубежная церковь, епископ. Ну, где она находится, вот, пожалуйста. Брат Игорь, попробуй прочитать, получится. Вот это вот. Дорогой, Господи, отец Игнатий. Слово сказать. Он же знает, я мирянин, но знай, где я был, что там, я был с ним, пил и ел, и молился всегда рядом. У него такая, ну, как вот, станочек такой, он стоял и держался за него. Ну, 93 года, тогда было поменьше. 92-й год, месяц июль. Я все время молился. Это настоящий проповедник был, молитвенник. Когда мне некоторые, даже которые отошли, нашли мне тоже молитвенника. Я молился с ним рядом, во время богослужения. У меня есть очень большой опыт и молитвенный. Я скажу, это был молитвенник. И вот он что писал, еще до встречи с ним. Это писал он, нет, после встречи, 12 октября, 98-го года, уже 6 лет. Пошло дальше. Получил ваше письмо. Да поможет вам Господь восстановить вашу незабвенную Потеряевку. Да, я себе представляю, как хорошо у вас там, в этих сибирских дебрях, Потеряевских. Одно это название говорит о многом. А тут мы потеряны в этом Нью-Йоркском, в Нью-Йоркской автомобильной суете. Пеших так мало, редко их видишь, но зато целая лава машин движется медленно по всем улицам, именно как лава. Вот куда ушли все люди. Очень был рад получить от вас весточку. Все-таки время от времени давайте о себе знать. Приятно чувствовать, что на другой половине земного шара есть свои люди, которые хоть и ходят по нашим головам, а мы по ихним. Но ведь все-таки свои. Храни вас всех, Христос и Его Пречистая Матерь, призывая на вас Божие благословения. Ваш искренний, доброжелатель, митрополит Виталин. Добавление, посткриптун. Привет, сердечный, всему, всеепархии, собратьям и добрых успехов в церкви Христовой. Вот это одно из писем. У меня таких писем много было. Это его рукой так написано было. Прошло время. Было так называемое акт в каноническом признании, который стали называть объединением церквей. Их называли раскольниками. Вслед за ним был митрополит Лавр, при котором и совершилось, при Алексее Первом. Это так называемое акт канонического признания. Их принимают все в сущем сане. Это православная церковь. А до этого раскольники как угодно называли, эритики. Вот это безумие, которое сегодня творится по наклейке ярлыков, оно предстанет на суд Божий. А кто вас благословил? Ну вот оно, благословение. Он прислал мне особая грамота. Она в тысячах экстемпляров распространена по стране. Божие благословение на распространение Христовой веры в стране российской. Я имею благословение. И такое вот грамота благословения Мирянину ни у кого больше нет. Я единственный. А почему я единственный? Вот как здесь. А почему? Откуда я знаю? По миссионерскому фонду меня приглашали, я ездил туда. Я был единственный за 70 лет. Я там узнал, мне сказали. Ну по другим там приезжали, они там оплачивали. Но по миссионерскому только я. Мой брат ездил, отец Аким, в Германии, был в Австралии, в Америке. Но по миссионерскому никто больше не был. Почему? Ну так Бог сделал, так вот он поставил. Я там выступал, говорил, при том, из русских мало кто может, ну как сказать, похвалиться или как. Я когда выступал, то он сидя в зале не мог утерпеть. Быстренько поднимался по ступеням, а большой подиум, высоко, брал у него микрофоны. Вот что Игнатий хотел сказать. И опять шел, представь, вставили сухоньки такой на место. Я говорил слово, полный зал, там священники все. И он не мог удержаться. Опять снова восходил, ему охота сказать, был опять брал у него микрофон. Вот я вам говорил, я же говорил, вот видите как, вот так вот и есть, как я говорил. Но я говорил о том, что у нас здесь есть. Так что, а почему ни с кем так? Да откуда я знаю? А ты хвалишься, да, хвалящийся хвалишь, что знает Господа. Господь дал мне его знать, дал свидетельствовать и дал вот такое отношение людей. Я в числе расстрелянных был бы сразу, это я знаю. А почему? Ну потому что это я, мне это дано. Я исповедник Христов. Это определенно, четко и неотъемлемо от меня. Но я не мученник, высшее звание это мученик. Хотя считается, в мирное время высшего апостольского звания нет. Но апостолы, ты говори не язык, как все дары он обладает ими. Вот такой ответ. Я считаю, этого достаточно. Спасибо, Христос. Христос. Спасибо. Христос. Христос.